Добрый день, уважаемые участники, гости и унайслушатели книжного фестиваля «Красная площадь». Ваше внимание представляю книгу «Камерфурьер» Московского Кремля «От дворового до персоны Града». Книга вышла совсем не дана в издательстве «Кучкового пуля». Книга посвящена Семену Васильевичу Миштетову, единственному в истории министерства императорского двора, камерфурьеру Большого Кремлянского дворца и всех московских дворцов, назначенному на эту должность в период царствования Александра III. В книге рассказывается о всех его жизненных биографических этапах, о жизни его с начала 40-х годов до конца 80-х, начала 90-х годов XIX века в Кремле, когда он был свидетелем всех происходивших там событий. Жизнь императорского двора рассмотрена через конкретные поручения, документы, дела конкретного человека, призывного служителя, который был постоянно вблизи императорской семьи, участвовал во всех бытовых церемониальных мероприятиях, был свидетелем всех событий, происходивших в императорском дворе, семье и особенно в Кремле. Книга основана на архивных документах, на исследованиях, которые проводились с 2003 года в архивах и музеях Москвы, Петербурга, Саратова, Ярославля, Крыма и Швеции. В ходе исследований были совершены многочисленные поездки по местам проживания предков в Москве, Подмосковье, Саратовской и Тамбовской областях, Франции, Германии, Италии. Также установлены связи с потомками, проживающими в России, в Соединенных Штатах Америки, Франции и Италии. Сейчас мы включим презентацию. Книга снабжена обширным справочным аппаратом. Это перечень музейных архивных фондов, список архивов и музеев, где посчастливилось работать и добывать информацию. Терминологический словарь, именной и географические указатели. В издании около 200 иллюстраций – это фотографии, чертежи, копии картин, акварельные рисунки и документы. Более 37 приложений и более 800 ссылок в основном на архивные документы. В книге отчетливо выделяются две линии. Это личность героя и жизнь императорского двора, к которому он имел непосредственное отношение на протяжении почти всей своей жизни. Структурные материалы разделены на пять глав в хронологическом порядке, начиная с 1822 года, рождение Семена Васильевича Инштетова, заканчивая его смертью в 4 главе в 1898 году. А в пятой главе представлены родословия Инштетова с конца 17-го до начала 21-го века. Семен Васильевич Инштетов родился в селе Мещерском Подольского уезда Московской губернии, где его отец был дворецким в имении барона Баде, женатого на Наталье Федоровне Николаевича. Впоследствии гофмейстера и президента Московской дворецовой конторы. Семен Васильевич Инштетов родился 1 февраля 1822 года. Запись о его рождении была внесена в метрическую книгу лишь в 1882 году по указу Александра Третьего, данному Московской духовной консистории. Это произошло в то время, когда готовился приказ о его производстве в чин девятого класса. До поступления на поливальную службу в 1860 году Инштетов являлся коммердинером президента Московской дворцовой конторы барона Баде и шил в Кремле, начиная с 40-х годов 19-го века. В апреле 1858 года он женился на дочери купца Истомина. Брат был заключен в придворном Верхоспасском соборе с проведением брачного обыска. У потомков сохранилось пасхальное яйцо из перламутра и серебра, подаренное Инштетом своей будущей жене на Пасху перед свадьбой. Интересна история документов придворного Верхоспасского собора, метрических книг, книг брачного обыска, исповедных ведомостей. Дело в том, что эти книги, может быть, в некоторой части, была обнаружена совершенно случайно при проведении реставрационных работ в 90-х годах в Большом Кремлевском дворце и попала уже оттуда в исторический архив музеев Кремля, благодаря которым исследователи и потомки находят ценные документы. Долгое время Инштетов исполнял обязанности Кофишенко в Большом Кремлевском дворце и в конце 1871 года он был назначен гофурьером Дома Бояр-Романова. Находился он в этой должности чуть более года и в январе 1873 года он был перемещен на должность гофурьера Большого Кремлевского дворца. И благодаря документам, находящимся в Российском государственном архиве древних актов, в Российском государственном историческом архиве, в Государственном архиве Российской Федерации и в музеях Кремля, удалось сформулировать, собрать образ перечень обязанностей гофурьера на примере гофурьера Инштетова. Который гофурьер, это придворный чин 9 класса, назначался он из придворных служителей через 10 лет службы, руководил всеми придворными служителями, писал рапорта о внесении изменения в их послужные списки, заведовал до фурьерской и статусной ливерейной должности, наблюдал за порядком, чистотой, выполнял личные поручения императорской семьи, прежде всего императора. Могу назвать такое поручение, как отправка нескольких бочек соленых огурцов в Лондон королеве Великобритании Виктории. Взаимодействовал с поставщиками двора, вел списки учета, таблицы учета мебели, интерьеры, украшения в комнатах дворца. Исполнял обязанности присяжных заседателей и теперь получал большие суммы денежные из кассы министерства императорского двора на различные расходы придворных служителей, жалования, столовые, аммуничные и наградные. Через 10 лет службы в должности гофурьера, значит, это был назначен приказом императора Александра Третьего, камерфурьером Большого Кремлевского дворца. Фактически он находился в должности, являлся камерфурьером императорских дворцов, императорского двора. Это следует из документов московской дворцовой наторы и подтверждается визитная карточка его, которая хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства Рогалии в фонде графов Сологу. Интересно было сформулировать обязанности камерфурьера, которые в основном всегда сводились к тому, что его основная обязанность это введение камерфурьерских журналов. Да, но поскольку он являлся придворным чином 6 класса и состоял при высочайшем дворе, он руководил всеми гофуерами и придворными служителями дворцов. Одна из основных его задач состояла в участии в церемониальных мероприятиях двора, во всех высочайших выходах, проходах, встречах и проводах членов семьи, иностранных коронованных ослоб, в коронациях, в перенесении пиратских регалий, в травмных церемониях, в наблюдениях за высочайшими обедами. Институт имел большое количество наград и ценных подарков. Первую награду в виде благодарности за службу он получил от императора Александра Второго. Вот на этой фотографии мы видим Александра Второго со своими детьми, великим князем Алексеем Александровичем, от которого он потом получил тоже ценный подарок, и великой княжной Марии Александровной, сопруга которой, принца Альфреда, герцога Саксон Коварготского, Институт также получил ценный подарок. Но наибольшее количество, конечно, наград, поощрений, подарков, присвоение званий, чинов, что это было связано с императором Александром Третьим. Институт был награден медалями королем шведским и норвежским, князем болгарским, имел ордена от шаха Персидского, императора Японии, князя Черногорского и герцога Мейенгенского. Очень интересная процедура принятия награды, внесения ее в послужной список. На примере Инштетта мы и документов можем видеть, что ему вручался диплом от иностранных диплом на соответствующую награду, орден или медаль. Затем Инштеттов писал рапорт Московской дворцовой конторы о принятии этой награды и внесении ее в послужной список. И вот все прохождение документов, начиная от рапорта и получение высочайшего соизволения на внесение в послужной список, уходил из Москвы в Петербург и обратно месяц-полтора. Это вот рапорт камерфурьера Инштеттова о вручении, принятии Туалерского ордена герцога Мейенгенского и внесении этих документов в послужной список. Инштеттова имел большое количество ценных подарков. В основном это были золотые часы или золотые с бриллиантами, драгоценными конями, перти, заводки, булавки, часы, столоприборы, партикары. В первую очередь, конечно, от Александра III золотые часы с изображением государственных герба, золотой сепочкой и таковым же ключиком, как было написано в документе в послужном списке. Имел 9 наград от ценных подарков, от членов императорской фамилии и 13 иностранных коронованных особ, представленных на этом слайде. Это принцы Австрии, Баварии, Барнаве, Британии, Германии и так далее. Здесь вот мы видим бланк на получение часов, подписанный камерфурьером Большого Кремлевского дворца Инштетовом. Дважды он получал ценные подарки от великого князя Владимира Александровича, какие-то близкие, хотя они находились на совершенно различных социальных этапах. он, будучи камерфурьером, находясь в отставке, выдавал прошение на высочайшее время именно через Владимира Александровича. Семья великого князя Константина Николаевича, это его супруга Александра Иосифовна и сын великого князя Константина Константина Николаевича. Также награждали неоднократно Инштетова ценными подарками. Кроме того, имел ценные подарки от принца Уельского и от принца прусского будущего императора Фредди Хитрейта, слева с бородой этого стоит. Интересная фотография, на ней изображен император Великим I с сыном будущего императора Фредди Хитрейта и внуком будущего императора Великим II в 1882 году со своим правликом, сыном будущего Великим II на руках. Интересно, что в 1882 году это был год трех императоров германских. Великим I умирает весной, на несколько месяцев становится императором Фредди Хитрейта, а уже осенью императором Германии становится Великим II. Самые, видимо, ценные и первый ценный подарок Инштетта получил от великих князей Сергея и Павла Александровича. Говорим о их пребывании в Москве в 1864 году, когда первым было около шести лет, а второму около четырех. Анализ документов архивных позволил систематизировать и получить целостную картину по процедуре организации подготовки посещений Кремля. Это было связано с получением телеграмм из министерства двора и о сокровении различных товарищей лиц. На каждой из них стояла подпись Инштетта. Подготовкой зданий, помещений, экипажей, приобретением продуктов, товаров, принадлежностей. На ее внимание есть люди, экипажи, бассейнцы, ветераны, заключались договора с обрядчиками. В Большом Кремлевском дворце организовывались две телеграфных станции, главные от «Московского телеграфа» и лицейские от Министерства внутренних дел. Организовывалось размещение, питание, встречи, процедуры, различные церемониальные мероприятия. По итогам составлялись ведомости по различным, по всем должностям Большого Кремлевского дворца и готовился отчет о пребывании. Направлялся он в Министерство императорского двора для истребования суммы денег, израсходованные на посещение. Анализ документов показал, что в среднем, это было в 70-80-е годы порядка десяти посещений Кремля членами императорской фамилии, порядка пяти посещений иностранными коронованными особнями. И общая продолжительность пребывания этих лиц составляла до 100 дней в году. Здесь мы видим телеграфы произведения московской дворцовой конторы о прибытии Александра Третьего в 1881 году. Маршрут путешествия Александра Второго в 1873. Телеграфы самого гофурируют штату в связи с прибытием Александра Третьего Кремля. Интересный документ это положение о приготовлении императорского стола. Это положение, утвержденное министром императорского двора, соизволение императора Александра Третьего в апреле 1882 года, определяло порядок, состав, стоимость, все остальные вопросы стола их императорских величеств, августейских особ и иных особ, которые питались за счет императорского двора. Объявилась рассадка за высочайшим столом, стрелялась схема. Здесь мы видим императорицу Марии Федорову, сыну Николаем, будущего императора Николаем Вторым. Здесь он уже немножко подрослеет в виде подростка. В Москву навещал и брат императорицы Марии Федоровой при издастке Федорове. После назначения гофурьером Большого Кремлянского дворца в 1879 году и до окончания своей придворной службы Штетов семьей проживал в новой части Потешного дворца на втором этаже. Его, вот она здесь обозначена бурым цветом, это квартиры перестройки, объединением, занимался архитектор Шохин. Она включала 12 помещений и комнат. В квартире в 80-е годы одновременно проживали от двух до четырех человек, а всего в течение года это могло быть и 12 до 15-ти, чернорабочие, кухарки, няньки, домработницы и так далее. После отставки и освобождения этой квартиры в ней проживал, в частности во время коронации Николая Второго, князь Ливин с семьей. Гофуер Штетов участвовал в отправке государственных регалий в марте 1881 года по телеграмме Александра Третьего в связи со смертью Александра Второго и отправки этих документов регалий в Петербург. В частности, были отправлены несколько приводных служителей оружейной палаты, входившие в состав Московской дворцовой конторы и приводных служителей, которые были в ведении Гофуера Большого Третьего дворца. Гофуер Штетов принимал участие и в торжественном въезде императора Александра Третьего в Москву во время церемониалов, церемоний коронации, включавших в себя объезд, объявления о декорновании, собственно священного коронования, различных мероприятий во дворце, балов, ужинов. Дворнослужители обеспечивали в Большом театре парадный спектакль, организовывались буфетом. И с 1 января, с утверждением нового 86-го года, нового штата Московское дворцовое управление, пришедшего на смену Московской дворцовой конторе, институт был отправлен в отставку и в приказе о создании нового штата было сказано персонально по институту, что с высочайшего соизволения ему оставлено звание камерфойера с выплатой денежного содержания, квартирных денег и с обязанностью являться Большой Кремлевский дворец по особому указанию при прибытии туда императора и членов императорской фамилии. В январе 1886 года институт получил предписание от начальника Московского дворцового управления генерал-майора Кузнецова о сдаче всех вещей гофоверу Максимову. И вот в 5 апреля 1886 года они совместным рапортом доложили генерал-майора Кузнецова о сдаче всего казена во имя. Через некоторое время Этого семьей переехал в запасной дворец, который находился у Красного дворца на фундаменте которого сейчас находится в Министерстве путей сообщения. И проживал он там в квартире, долгое время в квартире 43. С учетом знаний, опыта многолетнего и в соответствии с приказом о штате, о уходе в отставку, он мог принимать участие в проведение встречи в Москве, перенесение в Орханковский собор тела Александровны III. Здесь мы видим травмный кортеж ущества генерал-майорской Божьей Матери, который далее следовал по Красной площади, округ Переверской стены и Кустенскому собору. Несколько слов о родословии мечты этого. Этим посвящена пятая глава книги. Первое упоминание шведа Инштета относится к документам Петровского времени. Перед песной книги села Архангельска и сказано, что он прибыл туда по премиории полковника Титова. А село Архангельска принадлежало Степану Андреевичу Колычеву, сподвижнику Петра I, который был оберкомендантом комендантом Воронежа, Воронежским и Азовским вице-губернатором. В его видне было строительство кораблей по указанию Петра I. Возможно, там где-то произошло какое-то пересечение, поскольку в семейных воспоминаниях говорилось о том, что вот этот швед Инштет каким-то образом был связан с морскими делами. Исследованы потомки этого шведа по четырем коленам, и более подробно уделено внимание семье и потомкам самого Семена Васильевича. Он имел пятнадцать детей, пять из которых умерли в блазенчестве и в детские годы. Восприемницей его дочери моей была в 1860 году императрица Мария Александровна. Восприемником дочери Веры был император Александр II. И так далее. Наиболее интересно есть схема, представленная о родственных связях Колычева, Бады, Аболенских, Инштеттовых. Отец Семена Васильевича Инштетова, Василий Иванович Инштетов, был женат на Хионе Евгеньевой, побочной дочери Степана Степановича II Колычева. А уже внук Инштетова Борис Николаевич Гурдинский, находясь в эмиграции, женился и вступил в брак с дочерью князя Владимира Андреевича Боленского. Две дочери проживают во Франции и в Италии. Я с ней встречался, переписываюсь. Они с интересом читают книгу «Камер-хюриер» Московского Кремля. Инштетов умер 5 января 1898 года. Отпевали от церкви Василия Кисарийского в Турской Словодея и был похоронен на Органистском кладбище. В этой же церкви в 1891 году отпевали великую князь Александру Георгиевну, супругу великого князя Павла Александровича, безвременно скончавшейся, когда они гостили у московского генерала-губернатора великого князя Сергея Александровича и его летней резиденции в Италийском. И в завершение хочется подвести итоги исследований. Как мы сказали, в книге проходит две линии. Это самого Инштетова и императорского двора. Поэтому по первой линии найдены все биографические данные Инштетова, его предков, потомков, рождения, брака, смерти семьи и детей. Установлены места проживания. Это отечественное дворце, квартира номер 10, в запасном дворце, квартира номер 43. Выявлены родословия и Шведа Инштета, и самого Семена Васильевича Инштетова. Выявлена роль, обязанность, поручение Инштета на различных должностях. Кофешенко, гофурьера, большого коммерческого гофурьера Домбоя Романов и камерфурьера Кемеля. Некоторый интерес, или большой, представляет информацию о судьбе шведских военнопленных, которая была найдена по документам, материалам, книгам начала-середины 18 века. И, кроме того, сведения биографические о предках композитора Прокофьева по материнской линии. Потому что бабушка Прокофьева была одной сестрой Семена Васильевича Инштетова. Он был поручителем при исключении ее брака и был поручителем матери Прокофьева при исключении брака Сергея Иславовича Прокофьева. Результаты исследований по императорскому двору связаны с тем, что удалось определить особенности быта, в первую очередь, в отношении некоторых членов федератской фамилии, их пребывание в Москве, проведение церементальных мероприятий, участие в них гофурьера и камерфурьера между этого, подготовки и проведение коронации императора Александра II и Александра III в аспекте участия придворных служителей, организация посещения Кремля членами пиратской фамилии иностранной экономной услугой, сооружение Большого Кремлевского дворца. Большой интерес представлял функционерный устав из штата Московской дворцовой конторы, порядок питания, размещение членов фамилии, награждение орденами, медальное принятие ценных подарков и интересная информация по пригорно-служительскому сословию. В завершении хочется сказать, что в истории Энштеттов нашли отражение событий царской России, войны, революции с СССР и современной России, в суде которых отразило жизнь государства в различные исторические эпохи. Среди потомков Энштеттова это заслужившие личное дворянство и ставшие личными потомственными гражданами, участники Первой мировой гражданской и Великой Отечественной войны, ученые, офицеры, инженеры, врачи, юристы, деятели искусства. Одни оказались за рубежом вынужденной эмиграции в 20-е годы, другие уже в конце прошлого века по собственной выбору. Когда-то швед, сражавшись на стороне Швеции, а потом уже его потомки участвовали в мирной жизни страны и защищали Россию в мирное, в трудное время. В заключение хочется поблагодарить руководство сотрудников всех архивов музеев, в которых поселилось работать и заниматься поиском материалов. Бесценные эти документы исторические легли в основу настоящей книги. Благодаря им истории потомкам возвращены имена и дела их предков, которые мы многим обязаны и без которых бы нас не было в этой жизни. Книга недавно вышла в издательстве «Кучково поле» адресуется историкам, архивистам, генеалогам, исследованиям творчества Прокофьев, исследования наших ведов, экскурсоводам по краеведам, краеведам и всем любителям отечественной истории. Благодарю всех за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok